Всем привет, и если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфуэр, и сегодня постоянная рубрика с обновлением тирлистов по Bleach Brave Souls. Самые объективные, самые правильные и чёткие тирлисты, которые существуют. В каждом атрибуте появились изменения, но лишь в четырёх были новые персонажи. Не будем долго тянуть, и начнём мы с PvE, в котором у нас, начиная с фиолетового атрибута, нет новых персов. Но есть обновлённый перс, который получил Resurrection, и это Унахана Ретсу из филерной арки с капитаном Амагайи. Поскольку на BBS Simulator нету последних обновлений персонажей в данный момент, мы будем смотреть прямо из игры. Унаханочка заимела у нас Хавок, которого раньше не было, а вспоминая её мувсет, он ей очень кстати. Но если кто забыл, у неё Бим дальний, у неё АОЕ Дистант, ну или как принято АОЕ Серкл его называть. То есть это удар по области перед собой. И фулскрин. С Хавоком это практически идеальный мувсет. Раньше у неё было всего лишь 40% берса, теперь же у неё стало плюс 56% урона по врагам, на которых не наложены дебафы. А также ей дали Long Strike, то есть теперь она ещё и быстрая. Рез на самом получился очень хорошим, и она действительно заслужила своё место, потому что она стала похожа на того же Чоджера, у которого там чуть ли не в таком же примерно количестве, только у неё разные множители урона. Мувсет идентичный, Хавок есть, но у неё ещё паралич, урон бы параличил, поэтому он стоит повыше. Точнее наоборот, перед ним. У неё ещё и киллер для ПВЕ лучше, а там поскольку множится урон, то она себя будет чувствовать комфортнее, чем Усатик. МАЙНДЕРАЗУМ Да-да-да, оранжевый атрибутик у нас, и тут целых один новый персонаж и один ресуррекшн, с которого мы, кстати, начнём, потому что он... Да никакой. Ну, Челлик, который, типа, являлся капитаном третьего отряда, получил всего лишь гардбрейк. Ну, это хорошо, даже очень. 40 урона по врагам, на которых наложен огонь. Либо уже у него было, я честно не помню. И плюс 10% урона с руки. То есть, если изначально у него было 20 и тут 20, то теперь у него тут 30 и 20, суммарно 50 двойным множителем. Это, ну, не прям мастхэв, но, тем не менее, позволило товарищу подняться выше на одну буковку, потому что он стал, во-первых, с гардбрейком, во-вторых, в целом, похож по урону на того же Киру. У Киры чуть меньше урона с руки, но у него есть ослабление. Поэтому он где-нибудь вот так вот в этих местах затесался. Но главная вишенка, конечно же, это прекрасная унаханочка. Божественные персонажи рождественские, сделанные очень красиво. И, кстати, это ТКВ. Да, это такие же ТКВ-сезонки, как были летом пляжные штерны. И теперь у нас рождественские ТКВ-шнигами. Если вы не понимаете, почему они ТКВ, все очень просто. Это рисовка из аниме. В игре указано, что это аниме-бродкаст. И это означает, что они сделаны по ТКВ. Больше нигде вы такую рисовку не увидите. Мадмуазель попала в 3С-тир. Она не обладает огромным уроном. Если бы на ББ-симуляторе все было показано, то я бы вам продемонстрировал ее мувсет. Но я могу его озвучить. У нее присутствует удар АОЕ-серкл, который у Жизеля. То есть более увеличенный радиус. Второй прием бьет вокруг себя. И третий фуллскрин. Также у нее есть X-move, который также бьет вроде бы вокруг себя. И при этом он хилит всех персонажей. Но при этом у нее 35 урона при полном здоровье. Это, кстати, новый линк. Такого раньше еще не было. Плюс еще 20 в древе. Что с двумя френзи и бустом SP дает не фантастический урон, сравнимый с белым и эснотом. Но поскольку у белого есть шанс наложить дебаф на всех фиолетовых врагов, то ему бонус в копилочку. А эсноту наоборот минус. Ну и плюс у него все-таки будет похуже. Так что вот у Нахана где-то между ними сидит. Да и что вообще обсуждать? Она сделана для ГК. Ну в ПВЕ она просто есть и все. Она сильная, она хорошая, она приятная, она божественная. Но персонаж сделан все-таки для ГК. У нас уже скоро на постоянку ведут Найтмар, потому что на все абсолютно квесты есть мейны. Многих уже, то есть которых нужно обновить, сделать им 3 френзи или шанс наложить дебаф на всех врагов по киллеру, а не по атрибуту или атрибуту киллеру. И самое главное, добавить им всем киллер плюс, как и у нее, кстати. Поэтому мы ожидаем где-нибудь на Новый Год, судя по расписанию ГК, обновление Ну Аффилиэйшн киллера дальнего боя, потому что Тошер у нас чувачок с двумя киллерами, ему нужно искать замену с киллером плюс. Ну а остальное посмотрим. Прекрасный атрибут. На самом-то деле, потому что в нем у нас тоже два персонажа. Один получивший ресуррикшон, другой новый. И не Абы какой. Но сперва мы посмотрим на риск. Макота сидел в Б между Дедом и Грим Джоу. Теперь же он в А. Что ему позволило туда попасть? Ну первым делом это, конечно же, Хавок. Мулсет у него неплохой. Это толкающий шейф на 40% магнификация. Это еще неплохой прием. Воронка с отдалением. И фоллскрин. То есть в целом у него неплохой мулсет. С Хавоком все зашибись. Урона пипец как мало. То есть всего лишь 30 берса. До этого было 20. Но дали 40% урона по кровотоку. Раньше у него его не было вообще. Да, я посмотрел. Кстати, на арене у него еще 40% по кровотоку. То есть суммарно получается уже 80. Но это не дает ему никаких гарантий сидеть в арене. Ну и звезда сегодняшнего видео это Нему. И она находится в 3С тире. И она надер. Неужели клабы добавили буст атаки? Нет. В этом-то и весь прикол. Итак, красавица Нему у нас является киллером Квинси. У нее нет дебафов. 35 надо в линке. Есть гауч, на котором при зарядке дается 1 флори и 100 надо. Ну, на самом деле это не 100 надо. Это умножение урона с руки в 2 раза. Это отдельный множитель. Имейте это всегда в виду. Радиус руки повышенный. Абсолютно бесполезный скилл, которому можно было найти спокойно замену. Но клабы решили вот так. Еще 50 надо. Также у нее 1 флори. Буст с бустером. Мультибарьеры. Шарпшутер. КДР. Полный иммунитет ко всем дебафам. Гауч рэмпэйдж. И старт гауча на 70% при запуске квеста. Разрыв в мозга. Это пауэркрип Нелки. Которая была ровно год назад. Причем она была, кстати, мидманс. И суммарно у нее при полной нагрузке идет вроде как 2 флори. Грубо посчитывая 185 надо. При этом супер буст. И это почти на постоянке. Клабы спустя 2 года наконец-то добавили. Даже 2,5 года наконец-то добавили надера. Вы скажете, а как же ГКшные саппорты? Так мусор это все. Их стыдно называть надерами. Надер это вот мощнющий персонаж. Да, без буста атаки она не такая мощная как Айзен. Но, тем не менее, это топ-1 3 С-тира. То есть ей буквально не хватает вот буста атаки. В остальном она идеальна. Ну, у нее еще не бим над. И у нее еще 18% шейва на первом приеме. Что, конечно, в ПВЕ и насрать. Потому что приемы ей не нужны. Но в целом, да. Там, в принципе, такой урон не нужен. Но просто относительно того, что у нас есть у Айзена, вот этот вот буст атаки, поверьте, это охренеть как сильно решает. Именно поэтому у Лькиора до сих пор в 3 С. Хотя у него 50 надо. Вы вдумайтесь, 50 надо всего лишь с одним флури. Но есть буст атаки, который очень сильно повышает ваш урон. Я бы сказал, прям гораздо сильнее становится персонаж. Ну и в целом, Нему вышла очень даже мощной. Она достойна своего тира. А также у нее еще есть аренные скиллы. И я думаю, вы понимаете, к чему я кланю, да? Но к этому мы вернемся позже. В общем-то, имба заслуженная свое место. Просто лапочка. Ааа, я забыл. У нас же еще и был БАСБИ. БАС у нас тоже находится в 3 С тире. Не просто так у него абсолютно нет никакого урона. Ну то есть, ни БЕРСа, ни фулстамины, ни чего-нибудь. Все, что у него есть, это 2 ФРЕНЗИ, буст СП и урон по огню. Плюс, по-моему, 80%. Да, 80%. Повышенный шанс наложить дебаф на всех с Шенигами. Ближний урон в ГК. Викинг Дефенс. Вроде еще и даже БАМА. А, БАМАР, ну нет, у меня Девастейшн 60. 3 ФРЕНЗИ в ГК. Ну, то есть, обыкновенный ГК-мейн. Мувсет отличный. За исключением его третьего приема. У него он не так хорош, как у той же Унаханы Синий. У него эта ловушка ставится с вороночкой небольшой, как у зеленой с Айфон. В остальном это БИМ. Это Сёркл. Ну то есть, потрясающе. Все, все четко. Но без урона, извините, товарищ, но вы будете не в ССС+. А учитывая, что у нас тут еще и вышла охренительная Нему, он даже не будет топ-1. Вот так бывает. Синий. Ну, тут у нас был всего лишь один персонаж. Это Исане. 3 С-тир. Все очень легко и просто. У нее великая стяжка вакуумная. У нее БИМ. И у нее, конечно же, фуллскрин. В целом, мувсет хороший. Ну, это мувсет Ичибея. Ичибей крутой. Но, естественно, это не все, чем выделяется эта красавица из 4-го отряда. Она, во-первых, является киллером пустых. А еще она ближнего боя. Вы понимаете, да? Дебаф у нее Дрейн. Сосание. Линк на Кристалл Джевл Дроп. Обожаю такие линки. Гардбрейк плюс Хит Киден Энемес. Это, кстати, для фарма полезно. Ну, как вы поняли, она фармер. Да, и у нее есть все для этого. У нее есть шкала на 60 мобов. На 20 дается скорость всем персонажам в команде. Что, кстати, полезно для фарма, так как вы играете на авто. Персонаж не использует спринтер. И он увеличенную скорость получает при беге. Восстановление здоровья, что также всегда полезно. И 20 сада. В ГК это вы никогда не используете, потому что там нету 60 мобов. Поэтому для ГК это мертвый скилл. И поэтому нужен он исключительно для ПВЕ. Либо для лимитбрейкера. 50 сада, 2 фрэнди, буст СП, повышенный урон по дрейну на 40%. И десейблер на красных врагов. Ну, то есть ей не обязательно идти по киллеру. Она будет мочить всех красных врагов. Пауэркрип дропа супер банок. Раньше у нас еще не было плюс 10, теперь появилось. Странно, что они все еще стали красные обычные банки плюс 5. Скажите, ну ты охренел, у тебя и так супер банки плюс 10. Ну, так у нас были и обычные плюс 10. Почему их не сделали снова? Скажите, жирно. Да у меня с вот этой вот прокачкой ачивок, у меня этих банок сейчас по полторы тысячи в день фармится. Мне вот эти вот плюс 5 вообще ничего не дадут. Поэтому надо плюс 10. Дроплет, ЭКДР, полный иммунитет ко всем... У нас два перса с полным иммунитетом ко всем дебафам. Ни хрена себе. Ну и длительность дрейна, соответственно. На арене у него не особо чего интересно. Поэтому тут смотреть не на что. Короче, отличный перс. Такой же фармер, как и Шутара, кстати, только получше. Потому что все-таки 10 супер банок, у этой 5. Обычных у него тоже 5. В целом, больше про нее сказать нечего. И последний атрибут на ПВЕ у нас зелененький. И здесь у нас был добавлен Роберт. Вот этот вот усатый статист. Вы спросите, на кой хрен он нужен? Прежде чем вы узнаете этот очевиднейший ответ, обязательно поставьте лайк. Потому что я уверен, что вы уже знаете ответ на данный вопрос. ГК Найдер. Ну, кто бы сомневался. Еще и на Мидманс. Конечно. Ну, это очевидно было, что это будет Найдер саппорт. Паверкрип Айзена как саппорта на Аранкаров дальнего боя. У нас теперь тут супер буст. У нас величайший скилл в Флуре плюс 1-2 в ГК. Куда же без этого? Повышенный радиус. Короче, это просто Найдер с высоким уроном, нужный для ГК. ПВЕ ему выше, чем 2 С тир. Делать нечего. Больше про него сказать, ну, вот-вот-вот просто нельзя. Ну, можно упомянуть, что у него бимнат. Это неплохо. Это даже хорошо. Но, тем не менее, все равно по всем плюшкам он будет похуже, чем Тенджера. Гильдийный квест. Ну, конечно же. Топ-1 своего киллера, своей дальности. Это Базби, который усиляется Грэмми, потому что у него работает урон по дебафам всем Квинси и дополнительные 20 сада. Кстати говоря, в моем телеграм-канале я выкладываю постоянно полезные посты, в том числе и вот такую картиночку, на которой я специально, лично проверил все возможное сочетание бустов в команде. Ну, то есть, если у вас, допустим, персонаж зеленого атрибута, дающий шенигами зеленого атрибута урон по всем дебафам плюс 40%, будет ли он работать с, например, каким-нибудь Грэмми, который дает всем Квинси урон по дебафам плюс 30%? Красное — это сочетание, которое не работает вместе. Зеленое же работает. Следите за телеграм-каналом и не пропускайте посты. Там все указано и расписано. Исана мощная, но у нас были сомнения насчет того, что она закроет ГК лучше, чем дед. Может быть, не один из пяти, но два или, ну, особенно ФТшный, все-таки, скорее всего, дед будет крыть лучше, чем она, поэтому пока стоит так. Ну, мы за объективность, поэтому пока что, пока что тяжело сказать насчет ней. Урона у него хватает, шанс наложения дебафов есть, но у деда вот такой вот, кажется, вот у него все-таки больше урона будет, особенно с ульты. Ну, и еще у него есть воронка с ударом, это вообще опая. А рынкары, ну, как я и сказал, пауэркрип Айзена, ненамного он прям лучше, ну, то есть, в смысле, Айзен тоже достойный своего высшего тира. А вот остальные были понижены, потому что они уже не того уровня. Забавно, но у нас на рождественской витрине сразу два киллера Квинси, причем и мейн, и саппорт на один и тот же ГК. Соответственно, ну, никто не сомневался, что Унахана будет топом своего киллера, Нему же топ-саппорт. Причем вместе с Унаханой, которая не дает никаких бустов. Но она, по сути, не нужна, если у вас есть Нему и Ретсу, потому что Ретсу, которая мейн, вы сможете поставить Шухея Хисаги Академного, который дает 20% урона сильных атак всем оранжевым шинигами и 40% урона всем оранжевым шинигами по дебафам. Ну, и поскольку у самой Ретсу отсутствует урон по дебафу, ей очень, кстати, будет использовать именно Шухея вместо второго саппорта на один. С ГК покончено, переходим к арене, на которой смотреть в левую сторону нет смысла, потому что там, ну, такие же обычные персонажи, как и Базби, как и Бамби Эда, как и Кэндис. Ничего в них особенного нет, просто они хорошие, просто ими можно играть, они сидят в Б. А вот Нему, как я вам уже говорил, это имба, получившая почти все, что есть у Улькиора, только у него дебуст, а у нее буст, супер буст. У нее там и Ласт Ди Сервайвл, и вот буст с мультибарьерами, и отличный урон, и еще и, ну, в принципе, все. Суперский персонаж. И по-любому у вас возникнет вопрос, а как это Абарай попал на первое место? Он же был где-то в С или Дабл С, почему он тут? Ну, потому что, если полностью его правильно собрать, то это неубиваемый персонаж. Вот говорю, как есть. Попался против меня такой Абарай, у которого, ну, при полной сборке, полной прокачке, у него минус 93,5% дэмэдж тейкона. Расшифровываю, это 93,5% всего урона, который наносит враг, будет поглощено. То есть, грубо говоря, 6,5% урона всего получит ваш Абарай. Я играл за Унахану, у которой использовал третий прием с разогнанной рампагой на сезоне Х2 урона от всех шинигами. Она, будучи синим киллером с шинигами, с Викином, у которого нет иммунитета Абарая. А у нее там ловушка, которая гарантирует Викин, который наложился сразу и бил по нему. И при вот таком раскладе, моя Р7 Унахана не снесла ему даже одной трети. Вы только вдумайтесь, насколько это больной перс. А учитывая, что у него еще и дебуст, а учитывая, что у него еще ЛДС, мало того, что пока вы его убьете, вы потратите на эту кучу времени, он еще и реснется. И повторно использует дебуст, если вы не успеете его убить. Конечно, это все зависит от случая к случаю, но Абарая можно сделать неубиваемым. И благодаря этому он действительно достойно ходиться на первом месте в роли танка. Пока что это, ну, вроде как самый бронированный персонаж из всех, которого можно сделать. Так что в этом видео мы особенно уделили время о арене, которая практически всегда у нас выходит такой крайней. При этом арену, ну, вообще не обновляют и не собираются. Если вы помните картинку, на которой Клавы свои планы на будущий год сделали, там про арену ни слова не сказано. Так что надежды умирают последние, конечно, но я очень сомневаюсь, что они что-то будут делать с этим режимом. Скоро левая табличка просто будет удаляться снизу и пополняться новыми персами. Они все там играбельны, вот в чем проблема. Там, ну, нету каких-то обновлений, каких-то особых условий. Все эти персонажи, они там могут играться спокойно и до сих пор. Ну и на финал у нас, как обычно, Limit Breaker Quest. На самом деле можно было здесь спокойно добавить Унахану и Исану, потому что они оба имеют обе. Имеют повышенный шанс наложить дебаф, только если Редсу имеет на всех Квинсе, то Исана на всех красных врагов. Что, в принципе, дает ей преимущество в целом по синему атрибуту играть, а Редсу можно использовать как замену любому другому персу с киллером Квинсе, неважно какого атрибута. И учитывая, что у нее оранжевый атрибут, а я напомню, что оранжевый и фиолетовый друг друга контратакуют, и им никто не идет в минус, лучшие атрибуты в игре, то ей можно спокойно играть на любых правилах ренджет киллер Квинсе. Ну, естественно, они не дотягивают до уровня персов выше, но в целом годные, можно использовать. И неудивительно, что клабы сделали все-таки целый стейдж под Унахану, это было предсказуемо, у нас всегда один ДВ ходит персонаж на ЕОМ, подходящий под все правила, так что она, в принципе, здесь имеет место. Ху, вот такой вот получился насыщенный видосик сегодня, надеюсь, вам все понравилось, вы все приняли, впитали в себя, а все эти тирлисты вы сможете посмотреть в моей группе ВКонтакте, вот здесь вот, ну, точнее, вот так она выглядит, в описании есть ссылочка на нее и на статью тирлисты по Bleach Brave Souls. Рядышком, кстати, есть статья «Все скиллы по Bleach Brave Souls». Не забывайте ставить лайки, подписываться на консультуру впервые и просматривать все остальные видосы, которые я оставляю в подсказочках, в ссылочках в описании. Пишите в свои комментарии, как вам вообще персонажи все эти, кого вы там навыбивали и так далее. Ну и, соответственно, у вас появились какие-то вопросы, также пишите. С вами был DriveFoer, это было видео по Bleach Brave Souls, увидимся в следующем ролике, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok